В эфире телеканала Первый Мытищинский информационная программа День. Меня зовут Анна Мусалекина. В ближайшее время мы расскажем вам о самых значимых событиях городского округа. Смотрите в первой части выпуска. В округе продолжается реализация программы «Мой подъезд». Мы, Матищинский, пятерки лучших муниципалитетов по ремонту подъездов. За безопасный отдых стартовали проверки детских лагерей. В том числе и на организацию спортивной работы. Все о предстоящей летней оздоровительной кампании в рубрике «Актуальное интервью» расскажет Наталья Тергрегориян. А теперь об этом и многом другом более подробно. В этом году в Мытищах капитально отремонтируют 77 многоквартирных домов. Информация об этом опубликована на официальном сайте Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области. На строительно-монтажные работы в рамках региональной программы капитального ремонта жилого фонда выделено более 571 миллиона рублей. В том числе свыше 211 миллионов рублей направят на ремонт «Кровель» в 50 многоквартирных домах. 115 миллионов рублей запланировано на ремонт внутридомовых инженерных систем в 21 многоквартирном доме. На ремонт фасадов 27 домов выделены 52 миллиона рублей. На утепление фасадов в трех многоквартирных домах предусмотрена сумма в размере 48 миллионов рублей. На ремонт одного подвального помещения направят порядка 2 миллионов рублей. А на замену лифтового оборудования в 14 многоэтажках будет заложено более 95 миллионов рублей, говорится в сообщении. По итогам процедуры конкурсного отбора подрядных организаций по проведению строительно-монтажных работ победителем признана организация ООО «Фибробетон». В настоящее время фондом и подрядной организацией выполняются мероприятия по согласованию планов графиков производства работ. Всего на территории Подмосковья в 2019 году отремонтируют более 2600 домов. Улучшение жилищных условий почувствуют свыше 300 тысяч жителей. На эти цели выделено более 22 миллиардов рублей. Ознакомиться с адресной программой ремонта многоквартирных домов в Московской области на текущий год жители могут на интерактивной карте Фонда капитального ремонта Подмосковья. Вице-спикер МОСУ Балдумы Никита Чаплин в ходе очередного визита посетил микрорайоны Минишитикова. Депутат пообщался с Николаем Теплицким, руководителем управляющей компании «ГЖУ-4», которая занимается обслуживанием данной территории. План по ремонту подъездов стал основной темой встречи. Рабочая группа под руководством первого заместителя председателя МОСУ Балдумы Никиты Чаплина посетила микрорайоны Минишитикова. Напомню, здесь до конца июня будет благоустроено шесть дворов. Возле дома номер 15, корпус 11 на Олимпийском проспекте, также идут строительные работы. Установка новой детской площадки завершится через 10 дней. Но главная тема сегодняшней встречи – ремонт подъездов. В этом доме он был выполнен в 2016 году. Согласно нормативам, обновление подъездов должно производиться раз в 4-5 лет. Дребность больше отремонтирована уже из всех подъездов? Из всех подъездов у нас сегодня отремонтировано порядка 80%. То есть именно 80%, которые уже вошли в срок. И вот те 20%, которые сейчас мы ремонтируем, то есть мы входим в срок, который соответствует строительственным требованиям, с 170-ми правилами, это раз в 4-5 лет ремонт подъездов. То есть мы входим в этот норматив. В 2019 году силами управляющей компании «ГЖУ-4» будет отремонтировано 70 подъездов. Работы продлятся до конца октября. Всего за три года коммунальное предприятие обновило 438 подъездов. Мы, мытища, в пятерке лучших муниципалитетов по ремонту подъездов. Главное, что жители довольны, потому что это главный критерий оценки работы и управляющей компании, и администрации городского округа. Напомню, с 2017 года в регионе реализуется губернаторская программа софинансирования «Мой подъезд». В ее рамках в округе в этом году текущий ремонт пройдет в 151-м подъезде. Вместе с тем ремонт осуществляется за счет средств жителей. Анна Мусаликина, Андрей Гапустин, информационная программа «День». А теперь к другим темам. Острая ситуация с палом травы в городском округе Мытища сохраняется. Государственные инспекторы по пожарному надзору напоминают о том, что с 1 мая в Московской области введен особый противопожарный режим. Это означает категорический запрет на пал травы и разведение костров в непредусмотренных для этого местах. Подробнее о пожарной обстановке в период с 13 по 19 мая в нашем сюжете. Восемь пожаров произошло на территории муниципалитета в первую полноценную рабочую неделю мая. Снижения связывают с сокращением количества отдыхающих на природе. Но при этом до сих пор большинство выездов пожарной службы связаны с горением травы и мусора. На прошедшей неделе огнеборцы выезжали в деревни Сухарево, Грибки, Капустино, Красная Горка, Зимино, Мало-Ивановское и Сумароково. Согласно статистике, львиная доля подобных пожаров происходит по вине человека. А главное, они могут привести к серьезным последствиям, особенно если вблизи окажутся жилые постройки. К слову, избежать пожаров на частных владениях также не удалось. Подобный инцидент произошел 19 мая в поселке Вешке. По улице Выставочная, дом 52, произошло возгорание строения бани. В результате пожара межэтажное перекрытие выгорело на площади 2 квадратных метра. Пожар был полностью ликвидирован до прибытия подразделения пожарной охраны. Погибших и пострадавших в результате пожара нет. Проверка по данному факту проводится. Причина пожара устанавливается. С начала года на территории городского округа Мутищи произошло 257 пожаров. В результате этих происшествий погибли 10 человек. 9 получили травмы. Анна Мусоликина, Андрей Капустин. Информационная программа «День». До начала самых длительных каникул остаются считанные дни. Тысячи детей проведут летние месяцы в зонах отдыха, как за городом, так и в городской черте. В эти дни специальная межведомственная комиссия проверяет, как обустроены лагеря дневного пребывания на базах мутищинских школ. Слово Сергею Берзину. Единственный транспорт на территории школы – велосипеды и самокаты. Благо, есть отличные велодорожки. На территории 3-4 школы комиссия начинает осмотр со спортивных объектов. В хорошую погоду здесь будут проводить основное время ученики на каникулах. Впрочем, не только спорт интересует юного отдыхающего. Но об этом должны позаботиться в первую очередь взрослые. В каком состоянии комнаты для игр, приема пищи, тематических занятий. Сегодня мы смотрим лагеря с дневным пребыванием детей, которые будут организованы на базе 20 общеобразовательных учреждений округа. Это школа новая, школа номер 34, в которой мы сейчас присутствуем. С современными классами, с современным технологическим оборудованием, с современной столовой. Более 100 детей получат здесь возможность без будничной суеты наслаждаться возможностями современных спортзалов по разным видам спорта. Если понадобится, поучаствуют и в интересной беседе библиотеки. Ее габариты тоже проверяют по нормативам безопасности. Хотя тут и на глаз видно, помещения очень просторные. Но сейчас главное – соблюсти все требования, предъявляемые к летнему отдыху. В первую очередь комиссионно мы обращаем внимание на наличие разрешительной документации, прежде всего органов госпотребнадзора и позднадзора. Конечно, на наличие санитарных книжек и необходимых всех прививок у персонала, который непосредственно будет работать с детьми. Ну и, конечно, на те классы, на те помещения, в которых дети непосредственно будут находиться, в том числе и на организацию спортивной работы. В пятой школе тоже готовятся к приему летнего лагеря. Главное здесь – наполнение программы дня и тематическое разнообразие по интересам. Первое, что мы проводим – это у нас физкультурная минутка, зарядка для бодрости духа, потом у нас завтрак, ну и потом уже начинаются интересные мероприятия. Также в школе очень много кружков. В лагере будет несколько команд, то есть несколько групп. Мы их делим, конечно, по возрастному принципу, чтобы ребятам было интереснее. Скучать не придётся ни в солнечную, ни в дождливую погоду. Условия созданы везде. И хоть школы разные по своим возможностям, но игровая атмосфера обязательно в любом случае. Все школы, на базе которых у нас планируется открытие лагерей с дневным пребыванием, они все соответствуют требованиям для того, чтобы принимать детей. Поэтому пожелание только одно – чтобы смены были тематическими, чтобы смены были интересными. Для этого и проводится столь скрупулёзная и обстоятельная подготовительная работа. Ведь отдых в летние каникулы – долгожданное событие для всех, без исключения школьников. Сергей Берзин, Денис Корнев, информационная программа «День». Подробнее о том, как осуществляются проверки мест отдыха и оздоровления детей, а также все нюансы летней оздоровительной кампании 2019 года в нашей традиционной рубрике «Актуальное интервью» расскажет начальник управления по социальной политике администрации городского округа Мытища Наталья Тергрегориян. Расскажите о подготовке к летней оздоровительной кампании на территории городского округа Мытища. Заседание Координационного совета в этом году мы уже провели два раза. В работе заседания приняли участие руководители оздоровительных учреждений, которые планируют к открытию своей оздоровительной базы на территории округа, а также представители всех надзорных органов и руководители наших органов местного самоуправления, которые организуют отдых и оздоровление в нашем округе. На территории городского округа Мытища всегда оздоровительная кампания проходит масштабно. Если говорить о цифрах 2018 года, то у нас были очень высокие показатели. Охват детей отдыхом и оздоровлением составил в общей численности более 72%. Если говорить по численности, это более 14 тысяч детей и подростков. Здесь учитывается и организованная форма отдыха и оздоровления детей, и отдых, организованный родителями. И детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охват составил более 98%. И хочу отметить, что по итогам оздоровительной кампании 2018 года глава округа Виктор Сергеевич Азаров награжден почетной грамотой Министерства соцразвития Московской области за достижение высоких показателей в организации отдыха и оздоровления, в том числе организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Где дети смогут отдохнуть в городском округе во время каникул? На сегодняшний день планируется к открытию два загородных оздоровительных учреждения с круглосуточным пребыванием детей. Это лагерь на базе Ломоносовской школы «Зеленый мыс» и лагерь на базе детского реабилитационного центра. Кроме того, 20 лагерей с дневным пребыванием детей, которые у нас организуются на базе общеобразовательных учреждений, отмечу, что этот вид отдыха становится самым массовым и самым востребованным, особенно для детей начальной школы, когда детишки еще маленькие, и родители, может быть, не еще боятся отправлять их на 21 день в лагеря с круглосуточным пребыванием. И вот такая форма у нас очень востребована, и с каждым годом количество детей, находящихся в этих лагерях, у нас увеличивается. Кроме того, планируется открыть лагерь с дневным пребыванием, так называемая летняя смена, на базе центра спортивной подготовки в Хлебниково. Это тоже площадка с дневным пребыванием, но проводится для спортсменов, которые обучаются в этом центре. Планируется ли еще открытие лагерей с круглосуточным пребыванием детей? Любое учреждение, которое планирует прием детей на лето, обязано уведомить об этом главу округа. И учреждение может функционировать только после приемки межведомственной комиссии. Проанализировав в этом году соцсети, мы обнаружили, что у нас к открытию планируются, вернее, хотят открыться еще два лагеря. Это на базе детского лагеря «Чайка» в Марфино, многофункциональная база отдыха, и на базе пансионата «Подмосковье». В настоящее время мы проводим работу, в том числе надзорные органы проводят работу по проверке этих учреждений. И если там будет все соответствовать установленным нормам и требованиям, то тогда количество лагерей с круглосуточным пребыванием детей в этом году у нас будет больше. Расскажите об организации летнего отдыха для несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации. Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, воспитанники Матищинской школы музыкального воспитания, дети-инвалиды, сопровождающие их лица, имеют право на получение путевки на безвозмездной основе в организации отдыха-оздоровления, расположенной в Московской области, в Краснодарском крае и в Крыму. И также у нас есть путевки мать и дитя для детей-инвалидов в учреждениях, расположенных в Ставропольском крае. Эти путевки предоставляются за счет средств областного и муниципального бюджетов. И для консультации по вопросу получения необходимо обращаться в Матищинское управление социальной защиты населения и в управление по социальной политике администрации городского округа Матищи. Какая компенсация предусмотрена для льготных категорий граждан за самостоятельно приобретенные путевки? Как по линии Матищинского управления социальной защиты эта компенсация предусмотрена за счет средств областного бюджета, так и по линии администрации городского округа мы предоставляем компенсацию детям, гражданам Российской Федерации, которые имеют постоянную регистрацию на территории городского округа Матищи. И, соответственно, при предоставлении определенного пакета документов родители смогут получить частичную компенсацию стоимости путевки. А частичная компенсация стоимости путевки не может быть менее 50% и превышать 90% от стоимости путевки, установленной постановлением правительства Московской области. К какому количеству детей планируется предоставить летний оздоровительный отдых в этом году? Плановый показатель организации отдыха и оздоровления в этом году среднеобластной у нас составляет 55,6%. Общая численность детей на сегодняшний день, на 1 января, вернее, 2019 года на территории городского округа у нас более 19 тысяч, а если быть точнее, почти 21 тысяча человек. И 55,5% мы понимаем, что это практически 11 тысяч детей должно быть охвачено отдыхом и оздоровлением. Но мы планируем охват больше, порядка 15 тысяч, чтобы не снизить показатель 2018 года. И, конечно, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, также будет охват не менее 90%, чтобы мы также сохранили показатель и уровень 2018 года. Денежные средства на организацию отдыха и оздоровления детей предусмотрены в программе муниципальной социальной защиты населения городского округа Матище. Общая сумма выделенных средств составляет более 29 миллионов рублей. Из них средства муниципального бюджета более 15 миллионов. И 11 миллионов – это субсидии, выделенные из бюджета Московской области на проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления. Как родители могут убедиться в безопасности учреждений отдыха? Официальный реестр лагерей, расположенных на территории Московской области, которые будут готовы к открытию, которые официально заявлены, располагаются на сайте Министерства социального развития Московской области в разделе «Отдых и оздоровление». Там представлен полный реестр из всех лагерей. На сегодняшний день к открытию на территории Московской области планируется более 100 лагерей с круглосуточным пребыванием. В том случае, если лагерь в реестр включен, то вы можете зайти на официальный сайт этого лагеря и посмотреть все необходимое. Лагерь может быть открыт только при наличии всей необходимой разрешительной документации, прежде всего от органов Роспотребнадзора и ПОШнадзора. То есть безопасность детей – это превыше всего. Какие требования предъявляются к организации досуга детей во время отдыха в лагере? В этом году поставлена задача, чтобы все смены в лагерях были тематические. Не важно, загородный оздоровительный лагерь это или лагерь с дневным пребыванием, но каждая смена должна быть определенной направленности и определенной тематики. На территории нашего округа это уже давно такие программы разрабатываются. В этом году они будут еще усовершенствованы и усилены. И у нас как лагеря дневного пребывания будут определенным направлением – экологического, предметного и так далее. Так и каждая смена в загородных оздоровительных учреждениях будет также тематическая. Иностранные языки, как предметники, экологическая направленность, военно-спортивная направленность, спортивная направленность и так далее. То есть каждая смена будет иметь свое направление. Смотрите во второй части выпуска сразу после блока социальной рекламы. В Модищах отметили лучших библиотекарей. К нам люди приходят друг другу знакомиться, общаться. А библиотека в этом помогает. Добровольцем стать хочу, пусть меня научат. В округе начал работу клуб молодого волонтера. Ему это может безумно нравиться, и он может безумно хотеть это делать. Конкурс среди воспитанников сельских школ искусств состоялся в микрорайоне Пироговский. А в Матичинской школе музыкального воспитания встречали иностранных гостей. А сколько времени нужно, чтобы научить детей быть хорошими пассажирами, что в автомобиле нужно вести себя спокойно, пристегиваться? А ремнем или в кресле зависит от роста или веса. Не так много. Дети быстро все схватывают. А сколько времени нужно вам, чтобы понять, что безопасность своего ребенка можете обеспечить только вы? Карту «Стрелка льготной тарификации» могут получить школьники, студенты, школьники сельской местности, военные пенсионеры. Для этого пройдите авторизацию и осуществите вход на региональный портал государственных услуг Московской области. Выберите категорию «Карты». Заполните все поля и перед отправкой проверьте правильность заполнения. Проверить статус заявления вы можете в разделе «Обращения». Для получения карты обратитесь в МФЦ. Для этого вам понадобится номер заявки, документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий право на льгот. Для активации карты оплатите ее залоговую стоимость на сайте стрелкокарт.ру или в мобильном приложении. Пополняйте карту быстро и без комиссии на официальном сайте и в мобильном приложении стрелкокарт.ру. В преддверии общероссийского дня библиотек во Дворце культуры Яуза чествовали лучших из лучших. Библиотечное дело в Мытищах основано в 1907 году и с тех пор прошло большой путь развития. Во многих библиотеках сложились свои традиции, которые передаются из поколения в поколение. Сегодня библиотечная сеть городского округа одна из лучших в Московской области. То, что библиотеки сопровождали важнейшие достижения человеческого духа в истории, мы знаем со школьной скамьи. Благодаря им мы помним басни Изопа, стихи Вергилия, диалоги Платона. А само слово «библиотека» в русском языке встречается в летописях 15 века. Библиотеки были нужны всегда. В Мытищах первая публичная земская библиотека на народные деньги открылась в 1907 году. Тогда она насчитывала только несколько сот томов. А сегодня фонды 26 библиотек городского округа превышают 400 тысяч единиц хранения. Более 40 тысяч подписчиков. В библиотеки каждый день приходят сотни людей. Они приходят с вопросами, с запросами к библиотечному работнику. И кто он для них? Я думаю, что это прежде всего друг. Друг, который может подсказать, что читателю лучше, что читателю важно, что ему понравится, что ему будет интересно. Людям нужно общение. И самое главное, к нам люди приходят друг другу знакомиться, общаться. А библиотека в этом помогает. Мы даем какую-то новую информацию. Не часто мы обращаемся с теплыми словами к библиотекарю. Кажется, так незаметна его роль в нашем интеллектуальном становлении. Особенно, когда мы пускаемся в свободный и самостоятельный поиск знаний. Мы и не замечаем, как часто обращаемся за помощью и подсказкой, подчас очень важной. Может, в этом главный ответ? Кто он для нас? Библиотечный работник. Книга изменила мою жизнь. Я считаю, что это тот ответ, который на во многом определяет и нашу с вами сущность, и наше с вами существование. Книга дает духовную пищу, книга дает пищу для размышления, книга помогает осмыслить, переосмыслить. У нас на самом деле 42 тысячи подписчиков. Это практически одна четвертая часть населения городского округа Мытища. А помогают нам найти нужную книгу 110 сотрудников библиотек городского округа. Люди, которые отдали служение книгам многие годы. Не зря ведь на вопрос председателя Совета депутатов, кто прослужил в библиотеке 40 и более лет, поднялось несколько человек, и их встретили аплодисментами. Почетные грамоты и памятные дипломы в данном случае не просто знаки поощрения, а скорее благодарственные письма читателей. Все мы читатели и все знаем, кто поможет, когда нам понадобится самое важное сегодня или завтра книга. С праздником, дорогие сотрудники библиотек, с праздником все читатели и все те, кто просто любит книгу. Человеческая культура жива, пока жива библиотека. И есть люди, которые хранят ее. Сергей Берзин, Денис Корнев, информационная программа «День». Совершать добрые поступки и помогать тем, кому нужна помощь. Именно под таким девизом живут волонтеры. Присоединиться к их числу может каждый, придя в клуб молодого волонтера городского округа Мытища. Такая встреча начинающих добровольцев состоялась на днях во Дворце молодежи. Клуб молодого волонтера всегда открыт для всех желающих. Прийти и попробовать себя в роли добровольца может каждый. Но, как и в любом деле, прежде ему нужно научиться. Такие образовательные форумы для ребят, которые хотят совершать добрые дела безвозмездно, проходят во Дворце молодежи регулярно. У нас есть два раза в год большие форумы, куда собираются все волонтеры города Мытища. Где-то примерно раз в два-три месяца мы проводим именно клуб молодого волонтера, где приветствуем меньшее количество ребят. Условно сегодня максимум 15 человек придет. На этот раз в клубе молодого волонтера собрались те ребята, которые уже пробовали себя в роли добровольца хотя бы раз. Кто-то из них принимал участие в акции «Свет в окне» и мыл окна в квартирах ветеранов округа, а кто-то был активистом юноармейской зорницы. Но волонтерство – это движение, которое постоянно развивается и совершенствуется. Поэтому посещать такие образовательные форумы максимально полезно для тех, кто хочет расти в этом направлении. «Быть волонтером – это сложно. Это очень сложно, это очень ответственно. И не всегда, не то, что с первого раза. Человек может не понять даже с десятого раза, нравится ему это или нет, потому что тот волонтерский пул заданий, которые мы можем дать, он не всегда самый интересный. Но при этом, при всем, человек может безумно любить животных. И когда попадает мероприятие, связанное с каким-либо приютом для животных, ему это может безумно нравиться. И он может безумно хотеть это делать». Такие встречи в клубе организаторы форума проводят в интерактивном формате. Ребята принимают участие в игре «Я – волонтер», которая показывает, как пройти путь от желания помогать до получения волонтерской книжки. Следующий большой форум волонтеров состоится в начале учебного года. Алла Сталаем, Андрей Капустин, информационная программа «День». От Пасхи до Вознесения еще 40 дней православные христиане продолжают славить воскрешего Спасителя приветственными словами «Христос воскрес» и праздничными мероприятиями. В Малом зале Дворца культуры Яуза состоялся пасхальный концерт. «Христос воскресе!» «Христос воскресе!» «Друзья, мы все с вами знаем праздник Пасхи, Светлого Христового Воскресения, но некоторые люди думают, что это всего лишь праздник одного дня. На самом деле это не так. Этот праздник очень важный, настолько важный, что мы празднуем его в течение 40 дней до Вознесения Господня. И этот концерт приурочен к празднику Пасхи». Воспитанники Духовно-просветительского центра имени священномученика Георгия Извекова при храме Донской иконы Божией Матери и школы танцевального искусства «Весна» подготовили праздничное выступление. Зрителю были представлены классические вариации из балетов, народные танцы и произведения, исполненные на музыкальных инструментах. Надо сказать, что самым младшим участникам праздника исполнилось всего два года. Такие ежегодные пасхальные концерты направлены на сплочение прихожан храмов округа и сохранение семейных и культурных ценностей. У подопечных Матищинской школы музыкального воспитания появились новые друзья. Знакомство состоялось накануне. Участники 15-го Московского международного фестиваля славянской музыки, артисты Москвы, Тольятти, сербских городов Зренинин и Сечень приехали к мытищинцам с концертом. Разумеется, этим дело не ограничилось. Подробности знают мои коллеги. Подопечные мы Тищинской школы музыкального воспитания гостей не ждали. Участники 15-го Московского международного фестиваля славянской музыки, который проходит в эти дни в столице, приняли решение навестить коллег из городского округа Матищи спонтанно. Среди визитеров коллектив детского духового оркестра «Юные балакиревцы». С ним мытищинцы знакомы давно. Теперь компания стала куда больше. Вместе со старыми друзьями пожаловали новые музыканты из российского Тольятти, танцоры из сербской Зренина и Сечиним. Я думаю, что это очень достойно. И мы делаем, я думаю, общее дело. Да, конечно. Вывозим, показываем искусство. И наши. Они смотрят нашу жизнь, наши дети смотрят, как живут другие, общаются до сих пор. Два года прошло, до сих пор там по электронной почте переписываются. Да, да, да. Позволяем друг друга. Вот я сейчас смотрю знакомые лица из этого коллектива, хотя большинство я не хореографы, но они встречали наших детей в сербе очень радушно. Радушной была и эта встреча. Особенно остались довольно зарубежные гости. Как удалось выяснить, объятия сербов всегда раскрыты для новых русских друзей. Сотрудничество сербских и московских музыкантов длится уже 8 лет. Мы не раз приезжали в Россию, москвичи также выступали в Сербии. И я рад, что сегодня мои дети познакомились с вашими детьми, нашли новых друзей в России. Дети познакомились и сразу же обменялись контактами в социальных сетях. Мы приехали сюда за компанию и очень рады, что так получилось. Надеюсь, наше сотрудничество будет продолжено. О том, что неожиданно начавшаяся дружба будет только крепнуть с годами, мечтают и педагоги Матичинской школы музыкального воспитания. Так их ученики смогут не только узнать много нового о музыке, которой сейчас посвящают большую часть своего времени, но и подтянуться по остальным предметам. Я думаю, что надолго ребята запомнят это выступление. И один даже из ребят вот уже на концерте учителю географии прошептал, а можно я составлю презентацию о Сербии? Она говорит, конечно, можно. То есть это положительно во всех отношениях для наших ребят. Интересно, что для всех гостей коллектив Матичинской школы музыкального воспитания успел подготовить презенты. В благодарность за выступление им вручили специальные письма и панно, выполненные из природных материалов. Руками наших детей сделана картина. Я думаю, она будет напоминать вам о приезде к нам, о нашей родине, России. Кроме того, специально для гостей мытищинцы устроили чаепитие со сладостями и выпечкой. Надежда Трифонова, Владимир Скорнев, информационная программа «День». Получить хорошее музыкальное воспитание сегодня могут и маленькие жители сельских территорий городского округа мытищи. Более того, специально для них некогда было организовано мероприятие – конкурс ансамблевого исполнительства. В этом году он состоялся в четвертый раз. Успехом начинающих музыкантов порадовались и мои коллеги. Конкурс «Ансамблевое исполнительство» проходит раз в три года. Это мероприятие четвертое по счету. Интересно, что в нем принимают участие только воспитанники сельских детских школ искусств. Их в городском округе мытищит две. Одна расположена в поселке Пироговский, другая – в деревне Жостово. Цель нашего конкурса – поддержать именно детей, которые, может быть, не всегда могут выехать на какие-то крупные областные или всероссийские, международные конкурсы. Но, тем не менее, это дает толчок для дальнейшего развития. Участников конкурса «Ансамблевое исполнительство» традиционно принимает Пироговская сельская детская школа искусств. На этой конкурсной сцене можно услышать и популярные, и русские народные инструменты – скрипку, гитару, домбру, балалайку, аккордеон. Вокалисты также допускаются к участию в творческом состязании. Словом, правило одно – исполнение должно быть коллективным. Педагоги считают, ансамблевое исполнительство снимает напряжение, присущее начинающим музыкантам, и таким образом готовит их к куда более серьезным выступлениям. Дети в ансамбле очень любят играть. Для них это большое преимущество, потому что даже если кто-то похуже занимается, в ансамбле он может себя проявить, показать, слушать со стороны. Кроме того, ансамблевое исполнительство – одна из дисциплин в сельских детских школах искусств, поэтому это творческое состязание также можно назвать своеобразным экзаменом для начинающих музыкантов. На конкурсной сцене они могут как показать себя, так и понять, над чем придется поработать в следующем учебном году. Надежда Трифонова, Константин Химичев, информационная программа «День». А теперь к международным новостям. Перенесемся в Лондон. Королевские ботанические сады Кью превратились в настоящий детский сад. На зеленых полянках появились батуты и горки, и повсюду слышится детский смех. Здесь малыши не только веселятся, но и учатся любить и понимать природу. «Весёлые игры, природа и немного обучения. Королевские ботанические сады Кью в Лондоне взяли на воспитание детей. В их распоряжении пространство в 10 тысяч квадратных метров, а вокруг – экзотические цветы, кустарники и деревья». «Для детей важно бывать на природе, узнавать о растениях, исследовать их, да и просто наслаждаться их окружением. Важно, потому что дети должны научиться понимать и ценить природу. Ведь они вырастут, и нужно, чтобы они больше знали об окружающей среде, ценили и любили её». За игрой дети узнают, какую роль для растений играют солнце, воздух, вода и почва. Рассказывают им и о лекарственных цветах и травах. «Нынешние дети проводят времени на улице меньше, чем проводили в детстве их родители. Этот сад позволяет им выйти из четырёх стен и побегать, даже испачкаться и превратиться в юных исследователей». Детский сад принимает воспитанников возрастом от двух до двенадцати лет. «Здесь я подумала, что когда вырос, то буду изучать тропические леса». Королевские ботанические сады Кью созданы 260 лет назад. Их коллекция растений – одна из самых обширных в мире. В 2003 году сады внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Ежегодно здесь бывает более двух миллионов посетителей. На сегодня это всё. Ещё больше информации на сайте Первого Матищинского. Также подписывайтесь на нашу страничку в Инстаграм. Далее вас ждёт прогноз погоды. Оставайтесь с нами. «Научиться управлять автомобилем, чтобы сдать на права» – это легко. Но мне важнее научить человека не рисковать. Знаете, что больше всего уносит жизни? Обгон по встречке. Если у вас ребёнок в машине, нет ни одной причины рисковать его жизнью и выезжать на встречную полосу. Опасно думать, что окна не интересуют вашего ребёнка. Что он оставит без внимания пролетающий самолёт, птичку или снежинку. Ребёнок следует мощному исследовательскому инстинкту. Несколько секунд – и ребёнок уже на подоконнике. Москитная сетка не удержит ребёнка. Крепление её непрочно, а иллюзия опоры создаётся. Исключите все иллюзии. Безопасность, которую вы создаёте, должна быть настоящей. Не оставляйте окна настиж открытыми даже в сильную жару. Специальные замки или решётки на окнах значительно снижают степень риска. Уберите от окон предметы мебели, по которым ребёнок может взобраться на подоконник. Держите закрытую балконную дверь. Никогда не оставляйте ребёнка в квартире одного без присмотра. Редактор субтитров А.Сёмкин Прибор электрический приобретаю. На нём маркировку я изучаю. Вот букву А на приборе я вижу. Что это значит, узнаю поближе. Прибор с буквой А – самый лучший ребят. Ему очень мало энергии надо. Б или С – потребление выше. Класс эффективности будет пониже. Д и ЕФГ – ещё ниже значение. Эти приборы – одно разорение. Покупая прибор, не забудь на этикетку и букву взглянуть. Если вы не готовы к контрольной, есть способ избежать её. Позвонить в полицию и сказать, что в школе заложена бомба. Только цена очень высокая. Один миллион рублей. Согласно статье 207 Уголовного кодекса Российской Федерации, сообщение заведомо ложной информации карается административным штрафом до одного миллиона рублей для детей до 14 лет. Федерации, сообщение заведомо ложной информации карается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Федерации, сообщение заведомо ложной информации карается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Федерации, сообщение заведомо ложной информации карается. Федерации, сообщение заведомо ложной информации карается.